Так, меня видно, как слышно. Жду ваши плюсики. Отлично, я так понимаю, все хорошо видно и слышно у нас сегодня среда. Сегодня час успеха, сегодня так получается, что мой час успеха. И, конечно же, свои истории, своими какими-то навыками, своим опытом, с вами я и Елена Левша, индивидуальный предприниматель, сотрудничающий с онлайн-проектом, бизнес-системой «Территория роста». И, конечно же, давайте посмотрим еще, да, я из города Витебска. Вот на сегодняшней нашей с вами встрече, какие города у нас присутствуют, есть ли у нас только Республика Беларусь или кто-то не из Беларуси. Просто пропишите, мне хотелось бы посмотреть, какая у нас аудитория, кто, откуда. И давайте будем знакомиться. Витебска, Клепска, Золигорска, добро пожаловать всем городам, конечно же. Кто еще откуда? Или только три города у нас и все, да? Ну, я думаю, что вы допишите еще, из каких городов, конечно же, вы пришли в наш проект, из каких городов вы сейчас слушаете меня. Ну, еще раз добро пожаловать, добро пожаловать на нашу сайность встречи, добро пожаловать в наш бизнес, в нашу систему. И сначала я хочу, наверное, рассказать о новом поле, вот еще, да, еще несколько слов буквально о себе, о том, как я пришла в этот проект, что я здесь получила, зачем я здесь вообще, да? Потому что мне кажется, что, и даже не кажется, я точно знаю, что наш бизнес зачастую складывается и в бизнес, и в истории, когда мы слушаем кого-то и думаем. Вот девушка, которая похожа на меня, у меня такая же, так и складывалась жизнь, такое же мышление, наверное, такое же представление о мире, и вот она успешна, а я тоже хочу быть такой же успешной. Или же мы думаем, вот жизненная ситуация, достаточно сложная ситуация, тоже похожа на мою, но при этом девушка преодолелась от женщины, молодой человек, преодолели все преграды, все пятидесятся, и, конечно, для сегодняшний день успешный в этой жизни. Потому что каждый из нас стремится к чему-то, каждый из нас стремится к своей какой-то жизненной цели, а при этом есть огромное количество людей, которые на сегодняшний день просто живут, но я бы сказала, наверное, существуют, и пока у них цели какой-то конкретной даже и нет. И вот таким образом, слушая историю, у большого количества людей появляется какая-то цель. Почему я об этом говорю? Потому что у меня так было. Я жила, у меня вроде бы было все хорошо, я замужем, ну, вернее, на момент, когда я регистрировалась в компанию, я еще и была замужем, как раз-таки готовилась к этому, да, благодаря именно свадьбе я пришла в проект, ну, может, чуть-чуть попозже об этом расскажу. Но, так скажем, уже первые какие-то действия мои были, когда я уже была замужем, у меня руководящая должность на тот момент, была вроде бы хорошая доходка, ну, по тем моим меркам, да, по тем моим каким-то запросам жизненным. И по большому счету я могу сказать, ну, жили как-то с мужем, ну, и хорошо, деньги есть, и хорошо, тратим на что-то, и хорошо, вроде бы хватает, так как-то более-менее, ну, и хорошо. Но вот какого-то четкого стремления к чему-либо, я честно скажу, даже я не была там из разряда карьеристов, он безумно хотел и желал там занять какую-то супер-супер должность, ну, этого не было. Знаете, я могу сказать, я была последовательным таким человеком, и вот так, вот такое, там, мое последнее, буквально последнее, последнее место работы, в будущем я работала в управлении образования Вестового Усполкома, залидовалась с датчиком сектором, и, знаете, были такие красивые погоны, был какой-то красивый статус, я могла говорить, что я работаю в Усполкоме, да, но по большому счету, вот больше, наверное, как-то так ничего не было, и даже столкнулась, я вот буквально несколько лет тому назад, я столкнулась с таким вопросом, что у меня практически нету фотографий даже с моего прежнего места работы, и вообще вот случится там лет, наверное, пять моей жизни, кроме вот каких-то развлечений, отвлечений, там, дискотеки с девчонками, вот от работы, с жизни обычной, у меня, ну, ничего не было, да, не было сфиксировано как-то это, и сейчас, даже, когда я искала туда фотографии на презентацию, да, вообще, просто я туда проснулась, я путаюсь, там, что такое огромное количество фотографий, просто даже за последний год, что даже невозможно упомнить, где какие фотографии, чтобы что-то найти, чтобы что-то отыскать, и в тот момент я зарегистрировалась в компании, я пришла исключительно на продукцию на то время, и меня по большому счету больше абсолютно ничего не интересовало, мне было приятно тусоваться в нашем офисе, мне было приятно приходить туда, но я была на различного рода мероприятиях и от компании, и от нашей команды, мне это безумно нравилось, мне очень нравилось, и я понимала, что здесь какая-то иная жизнь, здесь совсем какой-то иной мир даже, при этом, чуть громче, хорошо, первое, чуть громче, при этом, я как-то, ну, вот, поначалу, я с какой-то даже фактой, как всему это присматривалась, мне как-то было непонятно, почему здесь все так хорошо, почему, ну, можно считать, даже идеально, все в хорошем настроении всегда, когда бы не пришла в офис, всегда встречается улыбка, предложат чай, кофе, всегда пообщаться можно было, на мероприятиях какие-то безумные поздравления, какие-то премии выплачиваются, все постоянно аплодируют, все постоянно радуются успехам других людей, вот это вот для меня как-то, это было приятно, но при этом было как-то, ну, наверное, это не мое, вот знаете, у меня тоже на каком-то этапе была такая мысль, это, наверное, не мое, у меня, наверное, не получится, так как получается большого количества. И если говорить вот дальше о моем развитии, то я хочу сказать, мне тогда сказали о том, что нужно приглашать людей, вот я посещала мероприятия, нужно приглашать, возможно, карьерный рост, я просто стала приглашать своих знакомых. Знаете, буквально, я не помню, там за несколько, за пару месяцев я вышла на уровень 12%, то есть я очень быстро, так, давайте-ка я смотрю, что что-то по связи у всех хорошо слышно или плохо, или только у Вероники плохо слышно. Просто если у всех остальные хорошие связи, значит, Вероника, вы у себя регулируете просто громко всегда. Отлично, все, я вижу, что отлично, все, все, что. Итак, я стала приглашать, я вышла на уровень 12%, и, знаете, у меня возникла безумная, казалось бы, мысль на тот момент, а почему бы не уйти вообще работать в Арифлейм, и почему не уйти работать в эту команду, не зарабатывать без деньги, и я стала об этом говорить, ну, как вы думаете, кому, конечно же, мужу, родным, маме, где-то каким-то подругам, и посыпалась, и понеслось, Лен, ты что, с ума сошла, ты вообще, ты понимаешь, ты что, какую-то ерунду говоришь вообще, какой Арифлейм ты, там, с каким статусом, с возможностью стать, я на тот момент находилась в резерве на замдиректора, то есть, там буквально пару лет еще поработаешь, сходишь декретно, выйдешь декретно, уже будешь замдиректором своего центра, ну, то есть, знаете, как, все это прошлый век, все это прошлый день, здесь это все нереально, все то, что ты говоришь, это невозможно, у тебя не получится, ну, и бла-бла-бла, то есть, вы понимаете, да, и знаете, что я сделала, я прислушалась к ним, я как-то им поверила, я немножко поостыла, я немножко как-то так поутихла, потом ушла вообще в декретный отпуск, ну, и все, и как-то вот оно быстренько все это съехало у меня, и, знаете, прошло буквально где-то получается полтора года, и я уже будучи в декретном отпуске, уже ребенку было больше года, и я снова стала как-то, у меня мысли стали появляться, и тут прозвучал звонок, звонок от моего непосредственного спонсора Елены Ракочи, и она сказала, что она собирает бриллиантовую команду для всех людей, которым она поможет выйти на уровень директора, да, именно командная работа, и, соответственно, если мне это интересно, я должна была прийти к ней навстречу. До этого она мне тоже периодически звонила, приглашала в офис, и я ссылалась на то, что, знаешь, у меня же ребенок, мы не с ним его остались, ну, и опять же, все вот такие отговорки, отмазки какие-то, но тот звонок, он был таким переломным, потому что на тот момент очень нужны уже были деньги, на тот момент мне просто посылило сидеть дома с одной, и, соответственно, я отозвалась, я нашла, я, честно, я не помню уже, вот на сегодняшний день, честно могу сказать, я не помню, с кем я оставила ребенка тогда, но я нашла возможность, потому что я, по большому счету, одна была со старшим ребенком, я всегда находилась одна, муж на тот момент работал, можно считать, круглогодично, у него был буквально один выходной, одно воскресенье в месяц выходной, и, ну, все было очень сложно тогда, и я нашла, я искала возможность, кто-то тогда остался, я не помню, кого я нашла, но кто-то остался, и, придя на эту встречу, я приняла для себя решение, вот в тот вечер я приняла для себя решение, я стартую заново, я начинаю, и я теперь не слушаю никого. И вот сейчас покажу фотографию, это как раз-таки Академия Бизнеса, вот я знаю, что сейчас здесь очень много академистов, как люди, которые сейчас находятся на Академии Бизнеса, вот, кстати, поставьте троечки тех, кто сейчас на Академии Бизнеса, вот у нас сейчас проходит такой период именно обучения, очень серьезного, я о нем скажу потом, вот это вот я на своей первой Академии Бизнеса, точно так же, как и вы, сейчас на ней находитесь, единственное отличие, мы сейчас работаем онлайн, тогда это было офлайн, я защищала свой первый коллаж, вот это фотография, опять же, это я, и, знаете, именно с того момента, именно с того обучения началась абсолютно другая жизнь, началось, началось что-то во мне ломаться, но ломаться в нужную и в правильную сторону, и пройдя так это обучение, действительно, я очень сильно утвердилась в своем принятом решении, и я поняла, что назад я уже никуда не вернусь, я не хочу на свежую работу, я не хочу свежей жизни, я хочу совсем иного. И, соответственно, взяла за работу и делала, делала все то, чему учили, чему учили на Академии 1, затем на Академии 2, на Академии Лидерства, я прошла тот бизнес-план, который мы сейчас рисуем вам на одном листочке, и вот тот результат, который я получила буквально практически за два года, но я могу сказать, это была работа, вот тогда, как мы работали, это было достаточно дольше, нежели сейчас с возможностями онлайн, сейчас с возможностями онлайн, это возможность сделать, за то, что я делала тогда, ну, практически до два года, очень-очень размеренной, причем, работы, сейчас можно сделать буквально, ну, меньше, чем за год это можно сделать. Я получила свой первый чек, и, знаете, я зачастую вспоминала, и в то время я очень часто рассказывала, что когда мне говорили, что в самом начале, в самом начале, я думаю, что вы тоже это слышите, может даже у кого-то такие мысли возникали, когда мне говорили, вот ты станешь директором, получишь премию в 1000 долларов, и я вообще не верила, вообще вот даже ни капельки, ни крупиночки я в это не верила, что я могу получить премию в 1000 долларов, вообще не верила, я вообще не верила, что, да, я понимала, я, вы знаете, как это, ну, вроде бы сознанием понимала, что люди получают, я видела эти чеки, которые выдают, но на себя я это никак не могла применить, зарабатывая гораздо меньше до этого, я никак не могла применить на себя эту сумму, примерить, и, конечно же, когда я открыла звание директора, вот только тогда у меня пришло осознание, да, это реально, да, это возможно, вот, понимаете, вот только тогда у меня пришла вера, вера в то, что получится, вот сейчас тоже проставьте, пожалуйста, наверное, ну, четверочки, давайте все, у кого есть какие-то сомнения, вот честно, давайте так честно, у кого есть какие-то сомнения, и кажется, что, ну, наверное, не получится, хочу, но сомневаюсь, ну, вот, на не верится еще до конца, но есть какие-то сомнения, Ну вот что-то, вот знаете как, не 100% еще. Классно, здорово, спасибо, что вы откликаетесь. Действительно, у меня такое тоже было. Вот я говорю, до буквально открытия директорского звания у меня были сомнения. И на каких-то этапах мне казалось, все, брошу, сейчас уйду, сейчас вообще не хочу, были какие-то сложности. Почему были сложности? Да невозможно без сложности вообще ни в какой работе, ни в какой деятельности, нигде. Если вы переходите с одной должности на другую, если вы меняете место работы, у вас всегда будут какие-то, ну не будет идти все гладко и по маслу, и вообще всю жизнь, ну невозможно, да, это какой-то и реалистичный мир получится. И здесь то же самое, это также, здесь нужно работать, здесь нужно развиваться, здесь нужно учиться, здесь нужно преодолевать себя, да, преодолевать какие-то свои, давить каких-то жирных своих тараканов в голове, там, я не знаю, переворачивать что-то в себе. Но нужно, нужно что-то вот в себе в частности менять и менять свое какое-то отношение к чему-либо, и тогда получится. И самое главное, если вам говорят, что вас верят, вам говорят не просто так. Никогда не будут верить в собаков, никогда не будут верить в тех людей, у которых ты понимаешь, что не получится. Даже по большому счету, ну, общаться с ними не будут на тему бизнеса. И если вам говорят, я верю в тебя, я знаю, что у тебя получится, значит, действительно, у вас получится, но в одном единственном случае, если вы будете делать и вы будете здесь. Мне всегда об этом говорил мой спонсор. Я безумно благодарна и признательна Елене, да, за то же в том, что Алена-то, оказывается, была права. И сейчас, когда мне спонсор что-то говорит, что-то подсказывает, я ловлю каждое слово, я прислушиваюсь абсолютно к любой рекомендации, и даже если я где-то не согласна, я понимаю, что она в любом случае про вас. Потому что она имеет достаточно серьезный уровень, она имеет более серьезный опыт, и поэтому я прислушиваюсь, поэтому я слушаю и я верю своему спонсору. Вот это вот очень важно. Поэтому если спонсор верит вам, в вас, верьте всегда своему спонсору. Всегда-всегда. Даже будет, если вы будете где-то не соглашаться. Ну, спонсор-то как в жизни, как мама, наверное, да, которая хочет только для вас самого лучшего. Я доливала себя, наверное, как перестраивала себя. Да, у меня есть четкий ответ, зачем, потому что у меня есть двое потрясающих мальчишек, которых я люблю больше жизни, наверное. У меня есть любимый муж, и я очень хочу, ну, наверное, другой жизни, еще более лучшей, еще более прекрасной для нашей семьи. Все то, что я делаю, я делаю для себя, для своей семьи. Не делаю только исключительно для детей, вам честно скажу, я делаю тоже и для себя, и для мужа, и для семьи, и для детей, и для родителей. И, знаете, в этом году у меня было на этот год описано потрясающее желание сделать подарок родителям. И, к сожалению, так случилось очень скоропастично, что папа не стала. И я сейчас понимаю, насколько важно и ценно в нужное время отблагодарить родителей и подарить им то, что хочется. Вот если у вас в желаниях это записано, сделайте это максимально быстро. Это один из пунктов, который меня сейчас толкает на очень многие вещи, которые не позволяют, наверное, где-то расслабиться, где-то расстроиться, где-то уйти в другом направлении. Очень важно сделать все в свое время, что касается детей и что касается родителей. Для меня отец был, ну, он очень многое означает. Для меня я была его любимой дочкой, он был моим любимым папой, и я сейчас понимаю, что я не успела. Я просто желаю каждому из вас успеть, успеть и подарить своим родным то, что вы хотите и желаете подарить. Это очень важно. Я не успела, и это, к сожалению, уже не поменялось. Это уже неизменно. Это говорит о чем? Это говорит о том, что время не вернешь назад. Вот то, что уже прошло, то, что вот сейчас проходит, мимо может быть, она не вернется. Поэтому, простите за мою, я по большому счету не особо плачу, да, но действительно это дорогой человек. Поэтому, дорогим своим людям, если вы желаете вот что-то сделать, что-то подарить, успейте словить это время и успейте сделать, успейте осуществить это. И, конечно, я очень хочу поговорить с вами о том, что же составляет вот вообще успех. Это та формула, которую я на 100% использую в своей жизни, начала использовать. Когда я вот осознала это, я действительно стала использовать каждый из пунктов. Формула успеха состоит из знаний, мышления, окружения, да, вашего мышления, вашего собственного, ваших знаний и вашего окружения. И посмотрите, если говорить про фарсонарем, процент, вернее, соотношение, то сколько у нас составляет знания, сколько составляет окружение и сколько составляет мышление. И если говорить о каждом из пунктов, вот дальше хочу задать вопрос. Вот, вы сейчас увидите картинку и, пожалуйста, напишите, что, вот ваши мысли, просто когда вы видите вот эту вот картинку. Просто поделитесь вашими мыслями, знаете, как бывает, когда вы отвечаете на тестовые какие-то вопросы, вот ваша первая мысль. Что у вас ассоциируется, когда вы видите вот такое вот изображение, такой рисунок, такую картинку? Вот, напишите мне, пожалуйста, очень хочу получить вашу обратную связь. С чем, вот ваши первые мысли, когда вы увидели вот такое изображение, такую картинку, такой рисунок? Я жду, хочешь заработать, учись. Какие еще ассоциации? Вот ваши первые мысли, когда вы увидели эту картинку? Знания – это деньги. Да, вкладывая в голову, получая деньги всегда. Что вложишь? Бесценно обучение, действие, результат. Спецы для получения дохода. И, знаете, абсолютно каждый из вас прав. Действительно, каждый из вас прав. Прав в том, что нужно вкладывать деньги в свое развитие. Прав в том, что если у вас есть какие-то знания, вы сможете получить, вы сможете заработать деньги. Прав в том, что любые знания, их нужно не просто знать, их нужно применять. И только тогда вы сможете заработать. То есть одно дело, можно просто учиться, 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 но нужно уметь использовать свои знания. И, опять же, вот этому очень часто, не очень часто, этому учат тоже на Академии Бизнеса. И если говорить о знаниях, которые вы можете получить в рамках нашего проекта, то здесь есть как бесплатные знания, да, то есть то, что вы можете получить бесплатно, также и есть знания и навыки, которые вы можете получить уже, вложив в это денежное средство, вложив в какие-то свои действия даже. И если говорить о бесплатном обучении, это самое первоначальное обучение, обучение, которое идет для новичков нашего проекта. Это ежедневные вебинары. Это вебинары, которые проходят каждый день. Это и суть проекта, и наши продуктовые вебинары. И, конечно же, именно на этих вебинарах я и рекомендую, и всегда говорю, на них нужно присутствовать, нужно присутствовать по возможности достаточно часто. Если вы новичок, то нужно просмотреть по несколько раз одно и то же обучение, потому что разные спикеры дают по-разному, разную информацию дают. И, конечно же, важно понимать, да, о чем шла речь, если на этих вебинарах есть ваши люди. Дальше. Очень важно. Школа новичков, школа новичка, которая идет в субботу с 10 до 12, и всегда идут две темы. Это успешный старт. Это то, что нужно для любого новичка. Само название уже говорит о себе, как успешно стартовать для того, чтобы быть успешным. Для того, чтобы получить очень быстрый результат, рассказывать на успешном старте о тех основных первых действиях, которые приведут к результату. Вторая школа – это методы работы, которые, конечно же, можно, которые вы изучаете сначала, а затем используете. Следующее обучение – Академия бизнеса. И сегодня многие из вас увидели, да, что у нас здесь присутствуют тоже академисты. Потрясающее обучение вообще по информации, по знаниям, по темам, по той командной работе, которая проводится. И что самое важное, она… Это не просто какие-то теоретические знания, а это знания, которые структурируют всю информацию, которую, во-первых, вы получили до этого. Плюс ко всему, это тот базис, который позволяет выстроить ваш бизнес правильно, грамотно, чтобы, ну, знаете, из-за взгляда, чтобы ничего не развалилось, хотя какое-то время не пришлось бы заново все начинать и все выстраивать. Вот. Это базис, да, это основа. И если вы хотите получить действительно стопроцентный результат от ваших действий, вы обязаны быть на Академии бизнеса, потому что это, ну, это то же самое, что вы, допустим, решили, отдаете ребенка в школу и решили, ай, не поведу я его в первый класс, а дамка я его сразу в пятый класс, да, ну, или там даже в третий класс, первый, второй пропущу, а дамка я его сразу в третий или в четвертый класс. Вот Академия – это основа, это первый класс, это можно считать первый класс обучения, это то, на чем потом будет накладываться вся дальнейшая информация. Дальше. Мастерские и Академия бизнеса – это уже платное обучение, это обучение только для тех, кто выполнил определенные условия, да, то есть у нас получается это лично обязательно 150 баллов бонус за каталог, плюс один приглашенный лично вами человек, который разместил заказ. И плюс оплата, конечно же. Дальше. Мастерские успеха – это уже обучение, на которое можно попасть только с уровня менеджера. Только с уровня менеджера вы можете присутствовать на особых тренинговых встречах, тоже там проводятся, это не теоретические знания, это знания, которые, знаете, как, усиливают ваши действия, усиливают тот результат, который вы получаете уже пройдя Академию бизнеса 1, и кто хочет очень-очень быстро, уже с менеджерского уровня, скорее, побыстрее, да, стать, открыть звание директора, стать директором. То есть это более серьезное обучение, даже которое дается на Академии бизнеса 2. Да, и, соответственно, это еще обучение и плюс мотивация, потому что на мастерских успехах после окончания обучения мы еще потом включаем у нас фуршет, награждение обязательно, награждение новых уровней, конечно же, истории, конечно же, стоста, конечно же, шампанское. Ну, то есть очень классно, круто мы проводим время, целый день. Сначала ученики, а потом тусуемся. Дальше, тренинги. Тренинги, которые проводятся в рамках нашего проекта, это всегда особые спикеры, это всегда особые тренера, ну, даже не спикеры, это особые тренера, бизнес-тренера. У нас приглашаются бизнес-тренера, которые, знаете, вот сейчас, как ни посмотришь, в интернете вообще-то везде, везде, да, тренинги, тренинги, там тема такая-то, тема такая-то, Но вопрос, насколько эффективен будет тот тренинг, на который вы придете. Ведь результатом тренинга должно быть что? Не просто то, что вы заплатили деньги, просидели, вроде бы чего-то так интересно прослушали, знаете, там что-то попереливали из кусок порожнее, какое-то там пару заданий каких-то дали, ну и все, мы разошлись на этом, вроде бы хорошо, вроде бы прекрасно, но от этого тренинга по-большому в вашей жизни ничего сильно не изменилось, не произошло. Вот тренинги, которые проводятся в рамках нашего проекта, в частности это тренинги Вадима Воловека, вы совсем недавно были, да, и тренинги, конечно же, Натальи Высоцкой, которая направлена исключительно на бизнес, потому что если у Вадима Воловека они еще совмещены, знаете, как в психологии, потому что это доктор психологии и бизнес-тренинг, то Наталья Высоцкая дает исключительно только в рамках нашей компании, и она не проводит больше ни для каких компаний, И плюс ко всему у нее построены тренинги уже на более чем 10-летнем опыте работы руководителем в одном из регионов Украины. И именно в компании «Рекланд» плюс ко всему у нее еще уже, вернее, уже у нее уже многолетний опыт работы бизнес-тренером. И те, я скажу так, топовые уровни, кто приглашает Наталью Высоцкую, конечно же, говорят о серьезности ее обучения. Конечно же, что самое главное, это те результаты, которые люди получают по окончанию, по прохождению всех тренингов Натальи Высоцкой. И я хочу сказать, что в эту субботу у нас тоже будет с очередным тренингом тайм-менеджмент Наталья Высоцкая. И в частности, кого касается этот тренинг, кому я его могу порекомендовать, если вы задаете вопрос, да, я очень хочу зарабатывать деньги в рамках вашего проекта, но я работаю, первый вариант, у меня маленький ребенок, второй вариант, у меня несколько работ, я очень хочу, мне интересны ваши возможности, но как мне все это совместить, как мне все это уезжать, как мне сделать так, чтобы у меня на все хватало времени. Или же, предположим, да, я домохозяйка, но у меня дети, у меня муж, у меня постоянно там готовка, уборка, стирка, я не знаю, все на свете, у меня день весь день расписан, потому что постоянные какие-то там тренировки, может быть, у детей, я тоже полностью занята, но вот деньги, да, мне ваш проект интересен, я хотела бы здесь зарабатывать, но как мне все это успеть? Вот в таком случае, конечно же, очень важно, когда вы получаете профессиональную информацию и когда проходите действительно тренинг, который позволяет распределить грамотно и четко все ваше время, чтобы у вас на все сферы жизни хватало времени, чтобы вы не были из разряда там, ушли полностью в работу, да, и забыли вообще про детей, про мужа. Или наоборот, вроде бы хотите здесь зарабатывать, а семейное обязательство, работа отнимает очень много времени. Вот для того, чтобы успевать во всех сферах, это возможно, абсолютно возможно, мы будем учиться, мы будем учиться грамотно распределять свое время именно на тренинге Натальи Высоцкой в эту субботу. Поэтому, если вы еще не решили, если вы еще в раздумье, и если вы хотите действительно, здесь также что мы будем еще делать? Очень грамотно распределять свой результат, да, как распределить вот по времени тоже достижение своего результата, поэтому обязательно запланируйте субботу именно на обучение у Натальи Высоцкой. Ну, я не знаю, что еще добавить, кроме как то, что там нужно быть. Если вы вообще, если вы серьезно пришли в этот бизнес, есть некоторое обучение, которое невозможно, ну, невозможно не посетить, нельзя пропускать, потому что вы будете отставать. Вы будете отставать от других, ну, опять же, сравнение, как и в школе, вы пропустили, предположим, там, изучение какой-то полностью темы, и вам нужно потом ее самостоятельно где-то что-то изучать, потом что-то самостоятельно наверстывать, и вы уже не будете там, понимая этой темы, вы не сможете дальше развиваться в том темпе и учиться в том темпе, как будут другие. Поэтому тренинги, конечно же, нужно посещать. И мероприятия. Обязательно посещаем мероприятия и обучение от самой компании. Кроме мотивации, конечно же, с нами на этих мероприятиях и на обучающих каких-то встречах с нами делятся всегда лидеры компании, успешные лидеры, те, кто сейчас растет, те, кто сейчас получает очень серьезный результат в компании. И, конечно же, этих людей нужно слышать, слушать и брать все самое лучшее, что они рекомендуют. Но и самообразование – это обязательно пункт, который должен присутствовать у вас ежедневно минимум 30 минут в день. Посмотреть, послушать, почитать. Одно из трех. Слушаем, читаем или же смотрим ролики. 30 минут в день – это немного. Можно с утра. Где найти время? Опять же, где найти время? Проснитесь на 30 минут раньше. Кто-то говорит, ой, ну это ж надо вот на 30 минут раньше проснуться. Я в таком случае могу задать вопрос. Ой, а вы хотите деньги зарабатывать уже через полгода или вы хотите только через год? Вот это равносильно тому, что, ой, а мне нужно на 30 минут раньше вставать, а я так не могу. Вот здесь все просто, просто, да. Какие ваши приоритеты? Вы хотите зарабатывать или хотите проспать свою жизнь? Выбирайте одно из двух. Или проспите, или проучите. Поверьте, 30 минут сна вам вообще, вас вообще никак не спасут. А 30 минут в день обучения дадут вам колоссальный результат. Они не дадут эти 30 минут в день обучения, даже еще через полгода не дадут результата. Но поверьте, это те знания, которые вы вложите в свою голову, не в чью-то, в свою собственную. И которые вам дадут результат уже через, ну, 2-3-4 года. Это та информация, которая вам однозначно пригодится всегда. Поэтому вкладывайте, конечно же, в себя и в свое развитие. Следующий пункт, следующая составляющая успеха, нашей формулы успеха, это, конечно же, мышление. Каково ваше мышление? Мышление успешного или неуспешного человека? Мышление позитивного или негативного человека? Как вы относитесь к жизни, как вы, ну, к работе относитесь? Это все касается мышления. Конечно же, успешные люди, они всегда используют предоставленные шансы, они не отнекиваются и, конечно же, сами решают, что и как делать. И вот здесь я хотела тоже обратить ваше внимание. Очень важно понимать, что есть мышление предпринимателя, а есть мышление работников онлайн. И в наш бизнес в большей части приходят люди, которые до этого работали где-то на кого-то. И продолжая думать, как наемный работник, вы никогда не станете успешными в этом бизнесе. Вот это я сразу вам скажу. Никогда вы не станете успешными в бизнесе, в любом бизнесе, не только в нашем проекте, вообще в любом бизнесе, если вы будете оставаться с мышлением работников онлайн. Я думаю, что, читая эти пункты, ну, каждый из вас может читать самостоятельно, вы уже пробежались глазами, и вы понимаете отличие. Поднимаете отличие в ответственности, понимаете отличие вообще в боязни чего-то, да, страх, да. Если работник по найму, он чего-то боится, он не будет делать, а предприниматель, он будет бояться, но он будет делать. Всегда возьмет ответственность на себя. И, смотрите, если работник по найму, он может себе позволить безответственно отнестись к какому-то заданию, вообще забить на него, не сделать его, его за это могут даже уволить, его там за это могут лишить премии. Ну, он скажет, ну, подумаешь, ничего страшного, и пойдет дальше, да, и устроится на другую работу, и забудет вообще о том, что было. То предприниматель, он берет ответственность на себя, и, конечно же, он всегда сделает так, чтобы все было сделано по максимуму. Конечно же, если говорить о результате, да, тоже, кто как отвечает за свой результат, то есть, если работник по найму, он отчитывает перед своим начальством за результат, то предприниматель только перед самим собой. И здесь вот, кстати, тоже такое отличие работника по найму и предпринимателя. Когда многие приходят в этот бизнес, они думают, ой, классно, здорово, у меня сейчас не будет начальника, не будет будильника, не будет понедельника, я могу вставать во сколько хочу, я могу работать сколько хочу. Да, это все так и есть. И никто не будет по большому счету вас там вызывать на работу или говорить вот ну-ну-ну тебе там почему-то не пришел, но я могу сказать, если вы будете там просыпаться в 2 часа дня, по несколько там месяцев вообще ничего не делать, то и результата здесь не будет. Потому что это бизнес, все равно всегда нужно держать руку на пульсе своего собственного бизнеса. И такое возможно, я могу сказать, что такое возможно, когда можно там позволить себе даже год и два, и три отдыха и по большому счету, ну, просто на контроле все держать, особо уже не включаясь в работу, когда вы выйдете на уровень минимум бриллиантового директора. Я говорю то же самое и про себя, да, и только тогда уже можно где-то как-то вот, ну, понимать, что не нужно уже впасывать столько. Но при этом, почему я об этом сейчас говорю? Смотрите, на работе вы работаете каждый день с 8 до 5, 5 дней в неделю, 2 выходных, отпуск только тогда, когда вам его дали. Ну, или когда вы там договорились, но вы в любом случае, если вы уже обозначили рамки своего отпуска, вы его поменять не сможете. Вас могут вызвать во время отпуска, да, могут вообще его вам не дать. Но при этом ваша зарплата, она по большому счету, она не будет меняться, ну, может меняться, правда, чуть-чуть выше стать. Или бабаху, вообще ниже гораздо, если говорить в долларовом соотношении, это правильное соотношение. И если говорить про наш бизнес, да, здесь тоже нужно пахать. Но если вы на работе, вы будете пахать 30 лет и выйдете на прекрасную, в кавычках, пенсию, то здесь вы отработать сможете 5 лет и абсолютно спокойно уже начать отдыхать, начать кататься по миру, путешествовать и зарабатывать уже все деньги, которые вам действительно будут позволять ощутить вот эту вот финансовую свободу, финансовую независимость. Вот в этом отличие. Работать нужно везде. Но вопрос только, сколько вы будете работать на обычной работе, а сколько вы будете работать, вот, ну, конкретно так вот пахать именно здесь, в рамках нашего проекта. Вот в этом колоссальное отличие и, соответственно, на начальном этапе, если сюда приходит наемный работник, он привык к чему? Если я пришел и я хочу зарабатывать деньги, многие говорят, ой, дайте мне, пожалуйста, уже зарплату мою через месяц. Ну, в таком случае, идите вы опять снова на свою наемную работу, где вам дадут, опять же, в кавычках говорят, гарантированную зарплату. Сегодня вы гарантированно ее получили, в следующем месяце гарантированно еще вопрос получите. Вам могут ее задержать, вам могут вообще ее не выплатить, вам могут сказать, извините, мы с вами расторгаем контракты, или вообще наше предприятие банкрот, все, до свидания. Всем до свидания и даже ничего не выплатить. И я могу точно сказать, потому что у нас была ситуация, супруг отработал буквально пару лет назад, у своего знакомого, причем, ну, так до сих пор 20 миллионов, так вот они и остались. На что было ему сказано, ой, брат, извини, фирма развалилась, все, денег нет. Вот так вот и забыли просто про эти деньги и возможности их гардовернуть, несмотря на то, что мой супруг юрист, ну, ее нет. И вот в этом отличие, да, опять же, казалось бы, гарантированная зарплата. Если говорить о доходе здесь, да, не получится через месяц, может быть, не получится, может быть, даже через два, но через полгода вы будете каждый месяц просто увеличивать свой доход. Каждый месяц он может у вас уже расти и вообще через полтора-два года запросто зарабатывать полторы-две тысячи долларов. Это абсолютно реально, это абсолютно возможно. И еще одна составляющая, конечно же, это окружение. И действительно, наше мировоззрение, наше мышление, наш взгляд на жизнь формируется зачастую из того окружения, из тех людей, которые нас окружают. И я неспроста неспоставила такой пустой лист, для того, чтобы вы задумали, кто вас окружает, кто в вашем окружении находится. Те люди, которые вас поддерживают, те люди, которые вас верят, те люди, которые вами гордятся. На сегодняшний день, вот если говорить уже о моменте того, что вы сотрудничаете с компанией, что, может быть, кто-то из вас успешен в этой компании, кто находится в вашем окружении. Или же те люди, которые говорят, что это нереально, что это невозможно, у тебя здесь не получится, что давай к нам снова будем там встречаться, я не знаю, там домашние какие-то посиделки за столом, со спиртным, кучей еды, каждые выходные, съездим на дачу, съездим на шашлыки, это же так круто. Что ты там мечтаешь о каком-то там море, что ты там мечтаешь о какой-то там загранице, давай лучше с нами. Вот какое на сегодняшний день, просто задумайтесь, какое на сегодняшний день большей частью окружения у вас. И, знаете, очень классный пример. Посчитайте зарплату пяти самых близких ваших людей, вот с кем вы общаетесь, и поделите ее на пять. И, соответственно, вы получите тот доход, который имеете вы. Вот это вот будет ваш доход. И я хочу, да, хочу показать то, что произошло со мной, в принципе. У меня было очень, как мне казалось, огромное количество друзей. Я, ну, вообще, как бы всегда была, друзей и подруг было очень много. Но на каком-то этапе вот произошло вот это. Произошла такая же картинка, потому как многие, когда я ушла в компанию, в частности, когда я уже ушла в компанию серьезно, когда меня звали где-то там, опять же, да, где-то дома посидеть просто за каким-то там накрытым столом очередные выходные или там куда-то поехать отдохнуть, там, на ту же дачу. И я говорила, ой, нет, у меня там мероприятия. О, нет, я не могу. Зачастую даже, когда меня просто приглашали на день рождения, а мне нужно было ехать там в МИС, предположим, на семинар, я отказывала, я не шла на день рождения, я ехала на семинар, мне вот говорили, ну, все, там, свои секции, завязла, погрязла, себе там все мозги уже промыли, ну, короче, из разряда придала ты нас подруга. Соответственно, были такие люди, которые ушли из моей жизни, к сожалению, или к радости, я не могу сказать на сегодняшний день, ну, что правильно, наверное. Ну, для меня правильно то, что так, наверное, нужно было сделать, потому что я устала от нытья многих людей, я устала быть жилеткой для многих людей, и я просто по-другому стала воспринимать мир, я по-другому стала смотреть на этот мир, я по-другому стала, наверное, мечтать, я по-другому стала думать. И со многими людьми мне стало неинтересно, просто неинтересно общаться, потому что я перестала обсуждать какие-то сериалы, я перестала обсуждать какие-то новости, которые происходят в мире, я перестала перемывать косточки всем родным, вернее, всем там каким-то знакомым, и я действительно стала другой, я по-другому стала думать, стала, наверное, воспринимать этот мир. И сейчас с огромным количеством, с огромным действительно количеством тех людей, с кем я общалась достаточно плотно раньше, я общаюсь крайне редко, или же, ну, а есть люди, с которыми мне даже неинтересно общаться, потому что я знаю, что я буду вас слушать, вот Марина тоже говорила на Академии, да, кроме нытья я от них ничего не услышу, то есть очередная наша встреча будет из разряда, ой, как все плохо, с мужем все плохо, в стране все плохо, за вкладку не платят, там, я не знаю, ну, все вокруг плохо, вот одна я такая, а все вокруг плохо, очень плохо. Ну, опять же, на мои рекомендации, ну, а как ты думаешь, что можно сделать для того, чтобы стало лучше? Ну, просто пустота в глазах, и позиция, ты меня вообще не слышишь, ты меня вообще не хочешь понимать, я понимаю, да, у тебя все плохо, чем я тебе могу помочь? Вот чем я тебе могу помочь? Вообще, как ты сама думаешь, что ты можешь сделать такого, чтобы в твоей жизни стало лучше? Человек не то, чтобы не имеет ответа, он не хочет даже думать, он не хочет даже отвечать на эти вопросы. И тоже очень часто в нашей жизни, я думаю, что вот такую вот притчу вы, наверное, слышали, кто-то из вас слышал, да, когда муж и мы поехали продавать осла на рынок, они сначала сели вдвоем, да, им сказали, что так нельзя для бедного осла сели, там потом, когда муж сел на осла, жена пошла пешком, что, ну, видите картинку, то есть слушали-слушали, в итоге осла внесли на плечах на рынок. И действительно, что бы вы ни делали, зачастую найдутся люди, которые будут говорить, что вы что-то делаете неправильно. Вот что бы вы ни начали делать в этой жизни, будете вы что-то делать, не будете вы что-то делать, все равно будут те, которые будут говорить, о, ты неправильно что-то делаешь, о, ты вообще в этой жизни ничего не понимаешь. Знаете, что в таком случае делать, нужно делать? Нужно смотреть, кто вам советует. Как правило, советчики в том, как начать зарабатывать деньги, те люди, которые этих денег не имеют, да. Советчики в том, как жить хорошо, те люди, которые, допустим, в разводе находятся, и постоянно, если начинают участвовать с мужчинами или женщинами, да, в зависимости, кто, оппонент вашего разговора, ну, то есть, они ехают всегда вторую половину нашего человечества, да, то есть, ну, советчики есть, есть такая категория, поэтому, конечно же, эти же советчики, эти же наши зачастую очень близкие нам люди, они стараются нас вернуть назад, они стараются как-то, каким-то образом, когда мы хотим вот выйти с этого замкнутого круга, когда мы хотим изменить нашу свою жизнь, когда мы хотим что-то поменять, начинаем стремиться к чему-то, что отличается, кардинально отличается от того, что вы делали раньше, что, о чем вы думали раньше, что, ну, так скажем, вы пропагандировали раньше. Они стараются вернуть вас назад, но вот здесь вот уже сила вашего характера, то есть, вы, знаете, вернетесь к ним, да, или же все-таки вы поменяете свое окружение, вы вырветесь с этого замкнутого круга и, конечно же, последуете именно за своей мечтой, за той целью, которую вы для себя поставили. И я хочу сказать, что в этом случае очень классно помогает, когда вы начинаете формировать, ну, это правило вообще изменения окружения, когда вы вокруг себя начинаете формировать то окружение и ищете тех людей, на кого, ну, можно сказать, вы хотите быть похожими, вы хотите иметь такую жизнь, в которой живут они, то есть, зарабатывать столько, сколько они зарабатывают, путешествовать столько, сколько они путешествуют. Вот найдите этих людей, таких людей, и начните с ними как можно больше общаться. Я тоже могу сказать, что у меня очень колоссально поменялось мое мышление, у меня очень кардинально изменилось мое окружение, действительно кардинально. И на каких-то этапах мне казалось, что я вообще осталась практически одна, если брать категорию тех людей, кто не в компании. И сейчас происходит следующее. Сейчас огромное количество людей старается со мной общаться. Сейчас вот они, те, кто не в компании, они начинают переписать. Они почему-то начинают где-то мне звонить и просто разговаривать. Разговаривать в связи с того, что они видят какие-то фотографии, они видят какие-то изменения. И если какое-то время назад даже мы перестали с ними общаться, то сейчас они сами, не я их возвращаю в свою жизнь, хотя кого-то возвращаю сама. Я сама звоню кому-то, с кем-то спитываюсь, с кем-то встречаюсь, и мне хочется, чтобы с этим человеком мы заново начали общаться, хотя просто на каком-то этапе мы разошлись на том, что я ушла в компанию, и мне сказали, что, ну, все, значит, и все, кто ушла. Вот, и на сегодняшний день мы заново начинаем общаться, и, конечно, эти люди начинают интересоваться, начинают интересоваться той жизнью, которой я живу. Ну, как я меняла свое окружение? Я меняла с обычных семинаров, я меняла с обычного обучения, я меняла с возможности быть на различных тренингах, с возможности, когда мои спонсоры меня ознакомили действительно тоже с успешными людьми. Вот здесь, кстати, очень быстро искала фотографии, у меня трагедия произошла, за два часа до вебинара полетела вся моя презентация, поэтому не все фотографии вернула на слайд. Светлана Викторовна Гречишникова, топ номер один. Все обучение, которое только у нее проходит, конечно же, много возможностей посещаем, всегда, если есть такая возможность, приглашаем и тоже учимся у этого человека. Конечно же, потрясающе было, были 30 золотых минут, как я это называю, в моей жизни, когда была возможность пообщаться и учиться у фига-сцена, не буду вдаваться в подробности. Кто это такой, я думаю, что каждый из вас уже это знает, да, в Швеции, в Гелесе мы были. Конечно же, топ номер один в акцион мире в компании Reflame – это Владимир Полежаев, да, человек, ну, тоже, который не нуждается в представлении, и я учусь у него, это, можно считать, ментально мой спонсор, тот человек, которого я слушаю как можно чаще, я, все видео, которые, наверное, выложены в интернете, я, ну, по возможности, все просматриваю и учусь у этого человека. Конечно же, замечательный тоже топ-лидер из России, огромное спасибо нашим спонсорам, которые организовали в свое время обучение и пригласили, это Эдуард Васильев, вот тоже фотографий. Есть огромное-огромное количество людей, тренеров, просто людей, с которыми нужно общаться, нужно учиться. И, конечно, особое, особое слово я хочу сказать про своих спонсоров, тех людей, которые не просто являются моими спонсорами, это мои друзья, мои наставники, это люди, которые, благодаря, вот, знакомству с которыми действительно перевернулась как-то вот вся жизнь. И тоже как-то я натолкнулась на эту фразу, видите, она мне сегодня пригодилась, удивительно, как всего один человек, случайно пришедший в свою жизнь, может вскоре изменить ее, кардинально изменить свое окружение, свое мировосприятие, свои привычки, чувства, твой внутренний мир, мысли, поступки, всего один человек. Действительно, этим человеком была Леночка Рокочева. Простите, что я так, но, действительно, для меня это очень дорогой человек. Дружба, с которой я горжусь, я горжусь тем, что это наставник нашей команды, что это наш топ-лидер, это сильнейший мотиватор, это сильнейший лидер в компании Reflame. Это, наверное, тот человек, который показывает стиль в работе, стиль в жизни, стиль в общении. Ну, я не знаю, у меня, когда я думала, да, вот когда я хочу что-то рассказать, у меня просто сплошные какие-то эмоции, потому что я действительно очень люблю и горжусь этой семейной парой, и горжусь тем, что мы дружим, мы общаемся. И я говорила, да, что я пару слов буквально уже буду заканчивать. Пару слов скажу, что у меня была очень необычная знакомка с компанией, очень необычный приход. Дело в том, что на тот момент Елена Рокочева была директором компании, она была визажистом, она и есть визажист, но я на свадьбу искала профессионального визажиста, и мне ее порекомендовали. И я позвонила, и расскажу сейчас все так, как было. И, знаете, я тоже была из категории, когда мне говорили о рефлейме, я говорила, о, рефлейме, почему я так говорила, я вообще не знала, что это за косметика, но все вокруг говорили, так же говорила и я, да, знаете, как это осадное такое чувство, честно скажу. И когда мы с Еленой созвонились, она сказала, куда мне прийти нужно было на дверь, макияж, и она, ну, объяснила, написала, вернее, сказала адрес, я по этому адресу пришла, поднимаюсь, не помню, на какой там, на второй вратой этаж, подхожу к двери, и, знаете, мое, мой такой шок, я на двери читаю рефлейм, я думаю, боже мой, куда я пришла, с кем я договорилась, и, знаете, когда я на самом деле, когда, ну, это была дверь, это была всего лишь дверь, 15 минут, ну, думаю, ладно, все равно записалась, все равно нужно идти, ну, думаю, сейчас, если что-то не понравится, я еще есть два дня, до свадьбы найду другого витажа, но я вам честно скажу, я в этого человека влюбилась, наверное, в первой секунде, с того, как я ее увидела, и какая эта девушка, да, какая эффектная, элегантная, когда мы стали разговаривать, когда мы стали общаться, у меня буквально через несколько минут появилось ощущение, что я ее знаю всю жизнь, и когда мы расставали, я уже была безумно влюблена в продукцию компании, я была безумно влюблена в этого человека, и, конечно же, вот это был тот переломный момент в моей жизни, с которого, казалось бы, очень даже случайно начались не случайности уже все дальнейшие, которые происходили, происходили в нашей семье, происходили вообще в моем окружении. Вот это вот всего один человек, который, кстати, очень дорог еще для нашей семьи, потому что Лена Крятная, моего младшего сынульки, и благодаря этому человеку я познакомилась с сильнейшей командой лидеров, сильнейшей командой директоров, которые сейчас есть в рамках нашего проекта, и я могу, если честно, я могу абсолютно про каждого сейчас наговорить массу хороших и приятных слов, я просто скажу, что я горжусь нашей командой, я горжусь нашим проектом, я горжусь тем, как мы все вместе ведем этот бизнес, и как вообще, какой пример показывается, да, показывается нашими топливерами, и, соответственно, все это дублицируется в команде. Действительно сильнейшая команда, самые красивые девчонки и мальчишки в нашей команде, самая успешная тоже команда, не зря мы самая быстро растущая команда в нашем регионе, но сейчас мы будем, я думаю, что самая быстро растущая и команда, и вообще в республике Беларусь. Благодаря тому знакомству, благодаря тому дню я познакомилась с огромным количеством людей, которые пришли в мою уже команду, и знакомство с которыми я тоже безумно горжусь, девчонки и ребята, которых я очень люблю, в которых я верю, и я точно знаю, что каждый из вас получит то, ради чего вы пришли в этот проект. Вот здесь есть даже еще те люди, с кем мы не знакомы, вживую, с кем мы знакомы еще только по скайпу, по телефону, но уже такое ощущение, что знаем мы друг друга уже очень-очень давно, и, конечно же, этот проект дает новое знакомство, этот проект, который дарит новых друзей, когда в вашей жизни появляются люди, которые становятся родными вам. И самое последнее, уже напоследок, я уже с вами прощаюсь, я просто хочу сказать, что в этой жизни мы можем получить только тот результат, в котором мы стремимся, только в том случае, если свой результат получат люди, которые пришли к вам. То есть ты можешь получить от жизни все, что хочешь, если просто будешь помогать другим получать то, что хотят они. Вот по этому принципу я сейчас работаю, я сейчас живу, и я стараюсь не просто добиться своих каких-то результатов, да, то есть, конечно, я ставлю свои собственные цели, но для меня очень важно, чтобы огромное количество людей, которые приходят в мою команду, получили свой результат, и я прикладываю к этому и свои усилия, и вкладываю в это время, вкладываю в это деньги, вкладываю всю свою душу для того, чтобы каждый из вас получил свой собственный результат. И этому всему я научилась благодаря тому обучению, тем знаниям, которые даются в рамках нашего проекта. Вот за это я благодарна, я благодарна тому проведению, которое поспособствовало знакомству в тот прекрасный день Елены Ракочи. Все начинается с какого-то одного дня, все начинается с какого-то момента, и я могу сказать, что случайность не случайная. Поэтому если вам кажется, что вам случайно подвернулся кто-то, вы случайно кому-то позвонили, или вам случайно кто-то позвонил, это не случайно. Говорите со всеми, рассказывайте всем, предлагайте возможности абсолютно любому и каждому, потому что это будет не случайно. Всем огромное спасибо за внимание. Я желаю вам быть успешными, быть самыми лучшими лидерами для себя в первую очередь и, конечно же, вы станете лучшим лидером для своей команды. Всем пока-пока. С вами была Елена Левша. Все, пока.